приветствую вас на своем канале вяжем на позитиве не только сегодня у меня вторая часть вот такого платьишко платьишко мы уже довязали в первой части я рассказывала как я его вязала сейчас немножечко вкратце расскажу еще значит платье связано у меня с очень интересных модных в этом сезоне ниток ализе турецкая пряжа она очень интересная вот она переходит вот амбре батик называется переход вот этого амбре с одного цвета в другой значит что хочу сказать нитки они вот эти микрофибра акрил это почти даже не почти эта синтетика да и поэтому вот это платьишко оно конечно получается знаете вот как детский акрил такой интересное да но такое холодноватое и я думаю что для лета если вы боитесь связать с этих ниток не бойтесь я думаю что ребенок потеть не будет и вообще даже если вы будете вязать с этих ниток себе изделия не бойтесь потому что нитки они тоненькие да вот этот микрофибра она видимо дает какую-то легкость воздушность я не думаю что оно будет а вверх к телу очень приятно и не думаю что изделие этих ниток будет жарким что хочу сказать я думаю что с этих ниточек конечно лучше вязать ажуры почему потому что ажур он во-первых дает еще легкость и пышность платью до более пышные объемные да во первых не полнит ну и вот за счет того что все таки это акрил микрофибра акрил да я думаю что когда платье связанное ажуром оно будет еще легче и в нем будет еще более прохладен и вообще интересно смотрится именно вот эта пряжа связанная ажуром ну что я не стала никаких наворотов делать на рукава я просто рукавчики закончила пряжей этим же узором но только оттеночек пряжи у меня был немножечко другой из тон в тон переходящий да вот такие рукавчики получились у меня здесь у меня потемнее пряжи здесь посветлее как я эту пряжу я выдергивал эти ниточки когда вязала какую-то определенную часть я забирала с клубка потому что там идет одна цельная нитка она не как сказать не рвется она именно идет одним одной ниточкой ну вот из всех ниток я уже говорила которые я вязала это конечно не не лучший вариант ну надо попробовать все значит схемки узора я показывала это и того и другого как край закрывать я тоже показывал здесь я просто вот закрыла краешек куда живите нитки еще не брала краешек вот смотрите как он интересно смотрится на рукавчики я закрывала здесь лицевой стороны лица значит две петли вместе накид лицевая и пройдет продергивала через петельку платьишко у меня рассчитываю на 23 годика я хочу сказать что она еще у меня не стирано ничего с ним не делала да поэтому я думаю что когда я его дома доведу то она будет ну во первых так вот вытянется за счет узора давайте я вам скажу какая получилась у меня длина нитки у меня ушли ну почти все так длина изделия у меня здесь получается где-то но если на вытянут 40 сантиметров и ширина ширина у меня здесь получается здесь 38 а на кокеточке у меня получается где-то 24 но я хочу сказать что я конечно сниму как лачка на ребенке смотрится покажу видео но не гарантирую что покажу потому что ребенка сейчас со мной нет я хочу сказать что здесь я набирала многие там в комментариях уже стали писать вы раньше набирали 105 сейчас набираете 100 и разрез вырезают получается маленький здесь у меня тоже 100 петель если например здесь же я взял двойной резинкой если вы вяжете набираете 100 петель и вяжите не резинкой а другим способом как у меня показано платьишко но вот здесь более не под не под горлышко более открытый идет вырез а когда вот вы двойной резиночка вяжите те же 100 петель да она получается немножечко подтянутым поэтому это на любителя а так ребенок и там хорошо смотрится платье и здесь хорошо смотрится если вы боитесь что широковато будет но сденьте ленточку но я думаю что из именно из этих ниток меньше на горловинку я думаю не стоит набирать я живут связала уже эксперимент провела и поэтому тем более нитки тонкие спицы тонкие вот все получается я же вам рассказывала в первой части как это все делается очень вот такой платье у меня получилось здесь вот у меня так она смотрится я еще не определилась где у меня спинка где перед вот так смотрится с этой стороны а вот так это платье смотрится с изнанки я хочу сказать что почему я связала платье вот видите это изнаночная сторона платье у меня получается двухстороннее оно будет и с лицевой стороны и с изнаночной стороны смотреться красиво вот смотрите это у меня изнаночная сторона смотрите как изнаночная сторона оригинально вписывается в эту кокетку мне даже изнаночная сторона нравится больше вообще двухсторонние узоры я очень люблю особенно когда для детей вяжешь. Дети там же не разбирают. Правая, левая. Ну, как-то, когда... Я даже по своей дочери, когда она была маленькая, вот эти шовчики ей терли. Она постоянно все наизнанку одевала. Кожа у детей нежная. Поэтому вот. Эта сторона смотрите, как хорошо смотрится в растянутом виде. И та сторона. Смотрите, как оригинально смотрится. Поэтому платьишко у меня связано двухстороннее. Детки его могут носить как сказать, с лицевой стороны и с изнаночной. Здесь я никаких наворотов делать не стала. Я посчитала, что это не нужно. Платье прям, знаете, вот оно такое легкое, пышное. И оно на ребенке прям, знаете, так вот легко сидит. Красиво. Покупайте эти нитки. Пробуйте. Я не рекламу ниткам делаю. Я рекламу делаю изделия. Поэтому красиво смотрится. Естественно, что вот здесь вот я когда вязала, у меня... Я изнаночную петлю провязываю немножко неправильно. По-своему. У меня получились вот такие вот дырочки. Но ничего страшного нет. Я эти дырочки затяну. Вот видите, дырочка затягивается. Ничего страшного в этом нет. В вязании все элементарно просто. Вот дырочки затянула, и уже их не видно. Там их можно закрепить. Просто я изнаночную петлю провязываю немножко неправильно. И у меня изнаночные петельки, они у меня... А так, в принципе, видите, узорчик очень красиво смотрится. Ну что, вроде я все рассказала. Рукавчики, видите, смотрятся нормально. Они как фонарики. Не фонарики, но такой короткий рукавчик. Кокеточка тоже в тему. В общем, вот такое платье. Это у меня вторая часть. Смотрите, первую часть. Потому что в первой части у меня четко показано, как вязать узоры, схемы этих узоров. Все показано. Поэтому смотрите. Это просто у меня заключительная обзорная часть, чтобы не говорили, как вязать, что вязать. Все в первой части. Я специально просто обзор уже сделанного изделия оставила вам. Во второй части, чтобы вы еще раз посмотрели, какая красота у меня получилась. Ну все, пока из этих ниток я вязать ничего не буду. Я думаю, что три платьишка на сезон нам хватит. Теперь я под эти платьишки связала беретки. У меня три берета. Значит, берет красный под красное платьишко, берет вот такого цвета и берет, там какой у меня тоже переходный такой цвет, тоже голубой. Поэтому смотрите видео, где беретки. Я думаю, что вам понравится. Беретки очень простые, интересные. И к платьишку как раз вписываются. Ну все, до новых встреч. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Я вас люблю. Пока-пока.